В Армении отныне достигшие 18-летнего возраста девушки на добровольной основе будут служить в армии. Решение в связи с этим вступило в силу 1 января. Общественность Армении неоднозначно приняла призыв девушек на действительную военную службу в вооруженных силах. Руководитель оппозиционного правительства Пашиняна Блока Армении, экс-министр обороны Сейран Аганян, заявил прессе, что не одобряет отправку девушек на службу в армию. Обвинив власти и министра обороны в некомпетентности, он отметил плачевное состояние армии. Поэтому молодежь избегает службы в вооруженных силах и уезжает за границу. Поэтому с каждым днем растет число дезертиров. Аганян также подверг критике, принятой накануне парламентом решение об освобождении от военной службы за 15 миллионов драм. Тем временем в специальный следственный комитет снова вызвали бывшего первого заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Армении Айкас Багманян, известного по кличке «Доллар», подозреваемого в ряде тяжких преступлений. Его подозревают в коррупции особо крупных размеров, взяточничестве и незаконном присвоении государственного имущества. Армянские СМИ также распространили информацию, что Айкас Багманян имеет с бывшим президентом Армении Ходжалинским палачом Сержиком Сарксяном совместный бизнес за рубежом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова